Сейчас, когда максимальное внимание уделяется гигиене, есть места, где царит полнейшая антисанитария. Новостройка на улице кораблестроителей. Жители приличные люди, в основном молодежь, заселились в новое чистое жилье несколько месяцев назад. Но в одну из квартир въехал, что называется, нехороший сосед. Родственники разменяли его квартиру и отправили его в однушку. Так вот, эту однушку он за пару месяцев превратил в помойку, а страдать приходится соседям, которые сейчас находятся на режиме самоизоляции. Вот тут все забарикадировано. Заток просто невыносимый, просто. Вонь, вонь, вот приходится в таких массах, куда Богу не пройдет. Сосед. Живой сосед. Да, я в таких сих. А что с вами случилось? Вам помощь нужна? Ну, я нужна? Нет. Вон у нас все пусто. Или что? Мне желтый гад. А почему вы не убираетесь? Да, гад. У нас просто прямой источник распространения вирусной инфекции. И не только коронавирусной, а еще больше инфекций. Вот он очаг заражения. Прямой. Вы свалку сделаете из своей квартиры. Нам как жить рядом с вами? Вы скажите, вы что натворили? У вас мусор кругом. Тут весь коблес воняет. Да, ну что? Вонь в доме стоит, Николай. Николай, а что, плохо, что ли? Очень плохо, Николай. Очень плохо, у нас дети живут. Нет. Садись, садись. Живем из-за перти карантине, выйти на улицу нельзя. Приходится проветривать постоянно окна. Представляете, мы живем в том краю, и у нас пахнет просто уже по всей квартире, кухня, комната. Я сегодня проснулся, вот я почувствовал этот запах. Это просто ужасно. Полную чушь несет. Мы просто не понимаем, что он говорит. Он не может связать двух слов по одному предложению. Мы просто не понимаем. Нам как жить рядом с вами? Вы скажите, вы почему такое развели? Вы живете в новом доме. Мы приобретали жилье в новом доме. Мы хотим хорошие условия для жизни. Нет. Мы не хотим загореться рядом с вами. Я седой, я седой, я седой и старый. Я очень разведчик. Я, знаешь, я разведчик. Знаю, разведчик. Я никто. А вы почему не убираетесь? Соседи жалуются на запах. Значит, у меня что-то жалуются. А, ну это можно. Вы в курсе, что... Да пилой я все барабану. Вы в курсе, в какой мы сейчас живем обстановке? А это прямой источник распространения вируса. Понимаете, вот мы сидим дома все и нюхаем вот ваш этот запах. Невозможно. Даже вещи пропахли в квартире. Я в квартиру не знаю, блин. У нас пропахли вещи из-за вашего запаха вот этого на весь коридор. Ну вот мы, соседи, к нему зашли. К нему зашли. У него была открыта дверь. У него здесь свалка в квартире. Вонь на весь дом. Мы думали, кто-то умер. Он меня не слушает, доступ у меня в квартиру закрывает и не дает ничего делать. Я реагировала, пока он не запретил, мне ничего делать. Я как бы, он физически меня сильнее, я ничего не могу сделать. Я же это убирала, все, что он выносил просто. Сейчас он мне запретил, сказал, ничего, не трогай. Закрыл дверь и просто вот, как есть. Мне не все равно, но приехать сейчас не могу. Распространение вируса, представляете? На самом деле, как уж тут коронавирус, тут похлеще, наверное, есть вирус. Не так страшно вирус, как страшно сидеть в этом. То есть мы сидим дома, нам нельзя никуда выйти, нам нельзя подышать, сходить погулять. И мы вынуждены вот это терпеть. Но это невозможно. Мы обращались в Роспотребнадзор, нас отправляли звонить в администрацию. Сегодня я связывалась с администрацией Сормовского района. Они сказали, что нужно звонить в Роспотребнадзор. Кстати, мы также с официальным письмом обратились за комментариями в администрацию Сормовского района. Но там заявили, что этим должен заниматься Роспотребнадзор. В Роспотребнадзор мы тоже направили письмо, но там, в свою очередь, заявили, что это дело местной администрации. Получается замкнутый круг с перекладыванием ответственности друг на друга.